Здравствуйте, к вам уважаемые любители лёдных видов спорта! Я Игорь Волков, и рад приветствовать вас на канале Мечта Летать, где сбываются самые смелые мечты о небе. И сегодня, друзья, у нас сюрприз, причём я очень радуюсь, снимая этот ролик. Я хочу поздравить с днём рождения одного человека. Ну, если у вас сегодня день рождения, я вас тоже поздравляю, конечно. Итак, сюрприз! Олег, у вас с днём рождения! Вы сейчас догадаетесь, какой Олег? Такой Олег, у которого есть замечательная жена Катя, которая придумала этот сюрприз. Это не я. Она мне написала и сказала, что мой муж умеет летать на планере. Летал в Средних Штатах Америки на планере. Мы переехали в Швейцарии, сейчас он не летает, но за поем смотрит канал Мечта Летать. И было бы очень приятно, если бы он смог с вами полетать. И она попросила как-нибудь организовать полёт. Подарить на день рождения полёт со мной на планере. Мне это достаточно сложно организовать, но я согласился. То есть настолько мне была приятна мотивация этой девушки. То есть настолько она была какая-то такая искренняя от души. Вот человек разделяет увлечение своего любимого человека. И не знаю, меня тронуло. Я решил, почему бы и нет. А решив, почему бы и нет, я решил, что... Если уж поздравлять с днём рождения, то, наверное, самого красивого места Экранса. Я скажу, друзья, чтобы приложили достаточно много усилий с Романом, чтобы добраться сюда. Это самая высокая точка ближних к нам вот этих вот высоких... Северных... Южных Альп. Высота этой вершины... Ну, что-то около 4 километров. Вот сейчас 4.133. И кислород, конечно, надо было, но мы его сегодня забыли. Сейчас я снижусь. Я только на секундочку, чтобы вам показать эту красоту. Ну, и с этой высоты поздравить с днём рождения Олега. Если вам так повезло, и ваше днём рождения совпадает с моментом выхода этого ролика, то, друзья, ну, у нас сколько, 59 тысяч подписчиков. Значит, по теории вероятности у кого-то точно днём рождения. С днём рождения! Это вообще классная, мне кажется, хорошая традиция. Во-первых, поздравлять с днём рождения с неба. Во-вторых, мне кажется, дарить любимому человеку кусочек мечты. Вот это красиво, это трогательно. И я же с удовольствием разделяю вот такой подарок. И постараюсь приложить все усилия, чтобы не только вот сейчас этот ролик был подарком. Это в данном случае уже от меня. Потому что мне удалось вылететь, слетать. Создать, наверное, человеку хорошее настроение на день. Ведь день рождения, это же прекрасно. Это появление в мире. Я свой день рождения безумно обожаю, потому что всё время раньше отмечал его в гараже. Собиралась куча друзей. Было безумно весело. Можно было всех увидеть. Куча улыбок. Это вообще кайф. И вообще самое тяжёлое день рождения. Это, наверное, подарок придумать какой-нибудь для любимого человека. Я лично ломаю всю голову. И могу сказать, что, наверное, лучшее, что я придумал, это я подарил своей жене Наталье космический цветок. То есть я побежал в наш любимый магазин автозапчастей, напокупал всяких ништяков. И сварил такой красивый-красивый цветок сварочным аппаратом, покрасил его красиво. Он до сих пор у нас. Мы смотрим на него и улыбаемся, вспоминаем день рождения. И это очень-очень-очень приятно. Вообще мне стыдно, что я как раз вот не такой. Я очень плохо даю подарки, очень плохо их придумываю. И рад, что у кого-то это получается намного лучше. Мы сейчас находимся в заповеднике Кранц. Ну, я соблюдаю тысячу метров над рельефом. Ну, тут кусочек, капельку, может, нет, но неважно. Тут такой повод у нас всё-таки серьёзный. И сейчас я пролечу вдоль системы вот этого паркура-рояля. Что такое паркур-рояль? Вот сейчас крыло показывают на цепочку скал, по которой мы, в принципе, можем, по которой мы сюда прилетели и по которой мы можем двигаться дальше, потому что нам надо отсюда улетать. Уже шестой час, поздно. Нужно обязательно как-то ещё домой вернуться. Ох! Ещё вам разочек видеть на ледник. Я обожаю это место, конечно. Сюда можно прийти пешком на эту вершину. Ну, не на вершину, вот здесь тропинка. Она сейчас порушится. Порушилась вообще экстремальная такая штуковина. Трещины, всё это падает. Но периодически прокладывают тропинку, и по этой тропиночке люди поднимаются на этот ледник. Я, конечно, преклоняюсь перед силой, волей и мужеством, потому что мы-то, видите, как чё, чпунь напланили. И вот на этой штуке летим над всеми этими скалами. А они же ногами там рубят ступени, ни шагу назад и так далее, и тому подобное. То есть скалолазы, альпинисты. Преклоняюсь, что вы забираетесь в такие красоты. И, наверное, это совсем другое. Стоять на такой вершине и смотреть вниз. Но я отвлёкся. Я отвлёкся. Я дне рождения. Олег, значит, я надеюсь, что вы приедете ко мне в гости. Естественно, вместе с женой. Потому что такое пропустить она тоже не может. И я постараюсь... Ну как постараюсь? Я слетаю с вами. Не обещаю ледник такой же, потому что вы знаете, что всё-таки погода – это такая погода. Но я постараюсь выложиться по максимуму и сделать вам красивый полёт. Набирайте, пишите. Мы подберём хороший красивый день. Обязательно полетаем вместе. Может быть, полетаем вместе над вот такими скалами. Может быть, полетаем вместе над более равнинной частью. Может, полетаем над озёрами какими-нибудь. У нас же много мест в красивых альпах. И пощупаем облака руками. И всё, как мы любим. И всё с нашим задорным криком и гигей. Потому что... Ну а как может быть иначе? Потому что позитив, наверное, самое ценное, что есть сейчас, наверное, у этого канала. Потому что показывать красивые виды, давать улыбку людям в трудное время, просто радоваться жизни. Вы можете видеть, что где-то на каком-то кусочке планеты, в каком-то кусочке пространства летает улыбка. Моя улыбка вам, а вы улыбайтесь в ответ. В этом случае в мире будет чуть больше добра, чуть больше радости, чуть меньше горя. Это же прекрасно. Так что... Этот ролик не получается длинный. Хотя сейчас я пролечу, мы как раз до облаков доберёмся, будет ещё очень красивый вид. Я обожаю свою работу. Нести, наверное, какую-то радость людям, показывать красивые места. Потому что их радость, их улыбки, они окутывают меня, освещают, наверное, путь вперёд, дорогу. Я ни за что не променяю это, ни на какие деньги. И, кстати, о подарках. В своё время моя вторая жена поставила мне ультиматум, который звучал так. Или я, или полёты. То есть ей не нравилось, что я летаю. Ей не нравилось, что я пропадаю в этих полях. Что я бегаю в шортах, майки грязные, пыльные. Зарабатываю какие-то жалкие две тысячи евро в месяц. Когда она зарабатывала там миллионы. И она говорит, а зачем ты этим всем занимаешься? Иди-ка ты ко мне работать коммерческим директором. А я тебе буду тридцать тысяч в месяц платить. А я ей говорю, а зачем? Ну а что я с этими деньгами сделаю? Она говорит, ну как, купишь мне брюлик на день рождения. Я говорю, зачем? Ведь ты можешь этих бриллиантов купить, любых, сколько хочешь. У тебя достаточно для этого денег. Зачем ты хочешь делать нечастным и дать вот это ну рабство какое-то финансовое и вообще эту гонку какую-то. Зачем? И она сказала, потому что ты мой. Это должен быть мой. Я хочу, чтобы ты делал то, что я хочу. Ты мой. Или ты не мой. Вот ты решай. Если ты меня любишь, то ты мой и будешь делать то, что я хочу. И знаете, друзья, ведь была настоящая любовь. Мы встретились, как две кометы вот так летели. Раз. Пролетели какое-то время вместе, а потом разлетелись настолько, что дальше не смогли понять друг друга. То есть вот такие слова, они были очень больно. И было мужество у меня сказать нет, потому что иначе бы я предал свою мечту летать. я счастлив, что есть пары, которые понимают друг друга с полуслова. Я таких знаю. У меня только что были в гостях замечательные мои друзья Петя и Маша. Петя летает на третоплане. Маша тоже летала, но сейчас она больше сопровождает Петю, заводит его на старт, подбирает его на третоплане. Ну, чудесные. Я знаю пары, которые летают вместе на парапланах. Мы так с женой познакомились, она со мной у меня училась летать на параплане, проходила курс. Потом летала на планере. Мы вместе уже 11 лет. Некий для меня это рекорд. Я вообще такая терраса. Хватит. Как шутят. Был такой замечательный фильм «Завтрак с Петом на Ребруссах». По этому поводу есть шутка, я не буду видео вставлять. Ну, в общем, я заболтался. И просто хорошее настроение. есть мне вот это желание человека подарить радость, сделать вот этот искренний подарок, оно настолько меня настроило на позитивный лад, что вы получили такой позитивный ролик. С кучей дополнительного непонятно зачем, сопутствующих истории, но и неважно. Интересно вам, наверное, мое отношение. А, кстати, если брать шутки, то вот эти ультиматумы или я, или там раз уже зашел про этот разговор, самый яркий ультиматум, знаете, какой мне был? Шорты. Девушка, с которой я тогда встречался, она говорит, слушай, ты такой, ты нам нравишься, хороший такой, надо наши отношения уже на более серьезный лад переносить. шорты. я говорю, да, да, все хорошо. Ну, ты знаешь, вот одно меня не устраивает. Что такое? Секс? Не, не, все хорошо. Шорты? Как шорты? Ну, ты же к шорты ходишь. Ты раздолбай. То есть, посмотри, все нормальные серьезные мужчины ходят в штанах. Шорты ходят, одни там, раздолбай, фрики, ну, или кто-то там еще. Будь добр, или я, или шорты. Смотрите, вот это вот реально, это реально прозвучало, но вы напишите в комментарии, как вы думаете, что я ответил. Так. И что вы ответили вы, например. Это очень подло знакомиться с человеком и потом брать и переделывать его. То есть, вы же видите человека, вы видите, какой он, вас все устраивает, а потом вдруг оказывается, что а шорты это плохо, а там полеты это плохо, а там, не знаю, что-то еще плохо. Я не буду спорить, это длинная тема, это можно спорить долго, но я счастлив, что у меня сейчас взаимопонимание, что да, какие-то компромиссы, естественно, всегда совместная жизнь это компромиссы, потому что есть второй человек, у которого есть свои тоже интересы, но ультиматумы и вот эти вот все ужасно. Поэтому я, друзья, вот еще раз искренне рад за прекрасную пару. Я очень надеюсь, что я с ними познакомлюсь, с Олегом Катей, то есть пока мы знакомы, только вот по переписке. Они приедут ко мне в гости, мы как отметим день рождения, как крикнем, и... Сейчас пиклю сделаю напоследок и тогда уже все. Я получил его роботический рейтинг, имею право пиклюкрутить. Обожаю такие полеты. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов.